В минувший четверг состоялась 65-я сессия Законодательного собрания Краснодарского края. На ней был рассмотрен пакет финансовых документов, большинство из которых было связано с выполнением обязательств края по ликвидации последствий наводнения в Крымском районе. В работе сессии принял участие губернатор Кубани Александр Ткачев. Освободятся от уплаты транспортного налога. Такое решение приняли парламентарии в отношении жителей Крымска, тех, кто лишился своего автомобиля в результате наводнения. Также для юридических лиц, бизнес в которых пострадал в течение льготного периода с 2012 по 2013 годы при оплате налога на имущество останавливается нулевая ставка. С целью изыскания средств для восстановления жизнедеятельности пострадавших от наводнения районов перекраивается бюджет на ближайшие два года. В целом на ликвидацию стихии из краевого бюджета планируется выделить 5,1 миллиардов рублей. На материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего предлагается увеличить средства, предусмотреть средства в объеме 522 миллиона. На помощь в связи с утратой имущества 5,5 миллиардов, на пособия гражданам, получивших вред здоровью, это за тяжкий и средний вред здоровью в результате стихии по 400 тысяч рублей, и за легкий вред здоровью, нанесенный в результате стихии, будет выплачено 200 тысяч рублей каждому пострадавшему. Все пострадавшие получат все, что предусмотрено законом в срок и в полном объеме. Это затронет бюджет 2013 и 2014 года, потому что колоссальные расходы были произведены из краевого бюджета на эти цели. Но мы получили компенсационные выплаты из федерального бюджета, было собрано, вы уже слышали, больше 400 миллионов пожертвований от граждан и организаций, которые оказали благотворительность. Ущерб от стихии составляет 20 миллиардов рублей. Из федерального бюджета на ликвидацию последствий будет выделено 11 миллиардов. Несмотря на то, что бюджет края будет существенно изменяться, произойдет это не за счет социальной сферы. В связи с дополнительными доходами краевой казны 3 миллиарда рублей и поступлениями из федерального бюджета 2 миллиарда рублей. Деньги есть. И только 860 миллионов из них мы перенаправляем на решение проблем, связанных со стихией. Остальные, как и планировалось, вложим в модернизацию образования, это 1,3 миллиарда рублей, медицины 500 миллионов рублей, в развитие социальной инфраструктуры районов более миллиарда рублей, а также в ремонт местных дорог 600 миллионов рублей. Несенное на прошедшей ранней сессии предложение атамана кубанского казачьего войска о создании муниципальной казачьей милиции сегодня поддержали на законодательном уровне. Напомню, речь идет о службе в соответствии с трудовым законодательством, на которую власти края планируют привлечь тысячу казаков. Они будут обеспечивать порядок совместно с полицией во всех муниципальных образованиях края. Причем отбор казаков будет строгим по тем же требованиям, что и для сотрудников полиции. Уже 1 сентября на улицы городов и поселков Краснодарского края выйдут казачьи дружины для охраны общественного порядка. Это эксперимент, это по большому счету такой пилотный проект на территории Российской Федерации. Планируется привлечь тысячу казаков, то есть 10 сотен. Также на сессии был рассмотрен и ряд других вопросов о модернизации региональной системы общего образования в направлении обеспечения школы современным учебно-лабораторным оборудованием. Всего на сессии было рассмотрено порядка 50 вопросов. Анастасия Николаева, Денис Гилев, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.